можно начинать да в казнь на море и это есть широ ям который мы читаем читаем в каждом каждой утренней молитве если на море написано что воды покрыли все войско фараона которая преследовала народ сынов израиля но не шар баэм а дыха обычно это переводит что и не осталось от них ни одного то есть все утонули и говорится что тогда поверил весь еврейский род бога и слугу его или моша но эти слова лони шар баэм а дыха не не очень понятно потому что было бы проще сказать если смысл что все погибли казать лони шар аф и хад даже или лони шар и хад вообще ничего не добавлять лежит отдыха и зачем она и есть известное толкование мидрэша о том что один как что один не погиб и этот один от до 1 то есть этот один этот фараон фараон который сделал последний вид шуму ашем спас его поэт потом он пошел в нинвэ ниневе и стал там царем и когда рабы но когда пророки он и пришел в нинвэ и сказал им что через 40 дней будет перевернут они не спрашивали кто сказал что это значит перевернут и так далее так далее они все это самое сделали шуму сразу они стая сразу стали раскаиваться сразу их царя дело мешковины посыпал голову пеплом тел на землю и они объявили сухой строгий пост на три дня то есть три дня все население не ела не пила скот не кормили скот орал тогда и сам увидев такое их пожалел как и предполагал пророк иона почему она не хотел туда идти потом нинвэ это самое сделала то что он знал что будет разрушила иерусалим и знала еврейские народы все такое но почему они так сразу сделали шугу почему они сразу раскаялись это же был фараон он уже все знал он уже знал что будет если не рассказать все же это сам если все так кончилось как предполагал опасался пророки ионом или точнее знал то зачем зачем вашим спас этого ужасного злодея раона он столько сделал он заслужил смерти там еще раз и возможно ответит на это теми же словами то есть если прочесть эти слова это лишнее слово до отдыха до одного очистить это чуть-чуть иначе прочесть это как эд-эхад один свидетель то есть если бы всевышний не оставил в живых то скептики могли бы сказать что все чудеса на море придумали заинтересованные евреи и не было бы никакой возможности доказать что это все было когда остался один свидетель с другой стороны это и и не просто свидетеля сам про он который знал всю историю событий как пришли к этому как он послал как приходил к нему маша как были казни в египте и так далее так далее тогда вся эта история приобретает весомость и потому что этот свидетель фараон он совершенно не по не корыстный свидетель это бескорыстное свидетельствует она свидетельствует о нем очень негативно и эти слова до от которые до свидетель да они становятся характерными для еврейского народа то есть еврейский народ становится народом свидетелем и каждый раз когда мы читаем когда мы читаем шма израэль шма израэль как вы знаете шма слово слушай кончается буквой увеличенной айн и кончается словом и хан где увеличенная буква далит который образует слова это свидетели и то есть мы и шма все шма называется свидетельствует где мы свидетельствуем о том что он всевышний один и больше того да само слово община на святом языке это и да от слова это свидетель и раф соловейчик он написал об этом у него есть статья называется общины свидетели так он расшифровывает слова и да и само слово община община это тогда когда собираются свидетели для еврей и еще интересно что гематрия этих слов отдыхать или эдыхат вернее сказать это они авария я бог и это и есть суть того что открылась на море когда когда даже рабыня которая сидит у журналов она увидела больше чем пророк и хэскель бен бузи когда он увидел мир кого и они оба это всевышний предупредил маши об этом что после этой казни египет поверит что он оба и и и последний главный свидетель исхода который прежде не признавал и ашама он говорил что я не знаю никого и ашама да он подтвердил это все я кончу спасибо большое и далее пару слов по поводу выступления да 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 и не осталось ни одного да да всегда разбираемся так что ни одного не осталось из египтян живых но там не написано осталось одного в живых не осталось ни одного я понимаю так совет в это время когда когда топили египтян то спасали евреи они все вышли и не осталось ни одного в море не вышедшего понятно я объяснял себя да я понял да теперь теперь по поводу евреи и до этого евреи вышли и когда они вышли на другой берег тогда вышли то вышли но не ни одного ни одного не осталось в море а может быть все вышли один остался а здесь написано ни одного да ни одного не осталось ни в живых а ни в море но это я так вижу я всегда по своему вижу немножко есть такое выражение фраза и выше они вооруженные есть разные понятия там пятая часть и все но мы будем считать вооруженные как они могли выйти вооруженные когда в египте был закон не только оружие как это потом эти самые палестинцы флештым взяли на себя даже железо не могли держать евреи как они вышли вооруженные когда у них не было оружия они никого не грабили не написано ни у кого не покупали да и не могли ему продать как они вышли вооруженные а я понял так как вышли вооруженные и тут же сразу идет фраза и Моше взял кости Йосифа вот это и было их оружие это мое понятие отлично понятно я понятно объяснил себя да рабе спасибо 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 спасибо